Пожалейте кто-нибудь Катеньку. У неё внутри выпадает снег. Завывают бури. Катенька спит, не видит сна. Катенька как будто бы дура. Хотя, казалось бы, ведь была умна. И никто не знает, что с ней случилось. Может и правда внутренний снег, а может и внешняя температура. Помнится, Катенька была сильнее всех. Странный такой контраст. Холод внутри, а на щёчках горит румянец. Катя ведь так неестественна, но жива. Она выучила новый танец, но ещё не умеет плясать одна. Катенька всё ходит, читает книжки. Ждёт не кого-то, а ждёт тебя. Ты ведь сотен единственный мальчишка, кто не калечил её и не рвал ни одной её строчки, не даже буквы, что она сочиняла внутри себя. Ты же когда-то клялся, что ты лучший на свете мальчишка. И расцветала внутри у неё весна. В людях кишки, печень, почки, а в Катеньке целый мир. Там у неё сады, парки, деревья, лесочки. И ты этот мир показать просил. Катенька Настя ж открыла тогда все замочки. Напрочь забыла о том, что в нём берегла. Самое главное в этом мирке — это погода. Помнится, тогда расцветала весна. Прошёл, посмотрел, всё потрогал, пощупал. Но, видимо, двери забыл закрыть. Вот тут-то случилась беда. Ворвалась непогода. Без осени лета внутри началась зима. И холодно, Катеньке, так. Темно там и страшно. Но ты чудотворный талант имел. Когда обнимал её, холод казался неважим. И нежно так таял снег. Теперь у неё внутри завывают бури. Снега застилают собой всякую жизнь. И хочется, Катеньке, хочется, Катеньке, дури, Чтоб ты обнимал её. И тихо просил, держись.